По делу об убийстве обозревателя новой газеты Анны Политковской Дмитрий Павлюченков получил 11 лет лишения свободы. Как прозвучало на заседании, срок наказания, который ему предстоит отбыть, 3 года, 3,5 месяца. Об условно-досрочном освобождении адвокаты просили в связи с состоянием здоровья. Врачи сейчас рядом с тобой есть? Кто-нибудь рядом с тобой сейчас есть врачи? Врачи нет, это всегда. А, санитаристы. Ну они для тебя специальные или просто? Это специальный санитарь, который со мной постоянно находится. Адвокат выступил с ходатайством сделать запрос у Следственного комитета для уточнения, что осужденный находится под государственной защитой и просил перенести заседание. Но это ходатайство было отклонено, поскольку госзащита предоставлялась в рамках другого уголовного дела об убийстве журналиста Пола Хлебникова. В нем Дмитрий Павлюченков проходит как свидетель. Адвокаты обратили внимание, что ему поступали угрозы из-за этого дела. Кроме того, защита говорила о том, что потерпевшая сторона ни разу не высказалась против условно-досрочного освобождения. Тем не менее, суд принял решение в условно-досрочном освобождении отказать. Суд, дав оценку личности осужденного Пола Хлебникова и его поведению за весь период отбывания наказания, отказал в удовлетворении ходатайства адвоката его об условно-досрочном освобождении. С выводами суда мы согласны. И данной части обжаловки были. Данные постановления Дмитрий Павлюченков и его адвокаты могут обжаловать в апелляционном порядке. Повторно подать прошение об УДО он сможет только через 6 месяцев. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».